приветствуюсь домики для цитрусов сегодня речь будет о том почему опадают молодые приросты на молодых прививках и как заканчивается волна роста у растений потому как новички когда сталкиваются с такой проблемой у них возникает паника на самом деле это абсолютно нормальные естественные процессы вот берем нашу маленькую кореняшку вот укоренили мы черенок и этот черенок способен пробудить сразу все почки он так и делает очень часто они пробуждают все почки из каждой пазухи начинают лезть маленькие приросты потом через какое-то время они опадают остается у него две или три веточки которые он будет растить то есть если вы увидели на своем череночки опавшие молодые приросты но при этом остается две-три веточки это вполне нормальный процесс корней у него еще много питательных веществ корни еще не напитывают очень много не потребляют и вырастить все что он пробудил он не в состоянии осыпание молодых приростов это нормальный процесс у него должно гармонировать крона его корневая система сколько это вот молодая была у кореняшка корней у нее еще немного вот только заполняет корни естественно много приростов он и не выдаст и представьте чтобы было с нашими растениями если бы они росли непрерывно и выращивали все корни приросты которые бы пробуждали почки у него были за два прирост на него были гигантами но нет они заложники наших условий горшочков потому они вырастят только то что смогут некоторые ну вот нормальный прирост растения да вот у него молодые вот листочки приростики и она себе растет и вот когда особенно новички кто давно увлекается растениями где спокойно реагируют а новички они особенно болезненно реагируют на каждый отпавший листочек на каждый отпавший приростик цитрусы растут волнами у них нет непрерывного роста они растут волнами выдали они одну волну роста и дальше у них отпадает они отсушивают точку роста вот здесь была точка роста веточка выросла дальше у неё листочки эти подрастают и тут она замирает оно становится желтеньким сухеньким и потом бац отпала если новичок это проморгал то он спокоен если он же это увидел то это паника на самом деле это тоже совершенно нормальный естественный процесс потому как бесконечно расти они не могут они должны выдать одну волну прироста потом они замирают впадают такой себе коматоз для того чтобы древесина это вызрел чтобы этот прирост вызрел и в будущем мог дать еще прирост и пробуждают уже боковые веточки то есть если вы увидели а падение точки роста потом замерла засохла и отвалилась если вы увидели на маленьких у кореняшках а падение пробужденных почек молодых таких приростиков это тоже все нормально если вы увидели а падение молодых приростов или сухую точку роста не расстраивайтесь это вполне себе нормальный процесс так и должно быть вот молодой приростик он уже закончил рост и точка роста такая остается махонькой она засохнет и просто отвалится вот на волкал миряне вариегатный закончился прирост молодых листьев а дальше . роста начинает тупить отставать в росте становятся такие маленькие вот и все то есть это конец точки роста на данной фазе роста на данной волне дальше она пробудет боковые почечки вот смотрите это веточка и у нее есть три почки три веточки три почки было пробуждено после того как закончилась . роста фаза роста и и что это вполне нормальный и не страшный процесс а вот гибрид аклементина с лимоном которые больше все таки лимон с оранжевой кожурой с оранжевыми котил он растет в грунте и он не остановил точку роста он оперся потолок и поскольку ветки будут еще не вызревшими а мне нужно обрезать черенки непригодны для укоренения мне нужно срезать их буквально на половине так что вот такое они тоже могут сделать но и сам лимон он растет конечно же в грунте он грозит растет посадочной яме поэтому корни ему позволяют питаться и расти огромным и упираться в потолок вот зачем они там потоки придется обрезать на мандаринах и апельсинах . роста часто заканчивается на веточки цветением и завязями так что будьте аккуратны при обрезке мандаринов потому как можете лишиться урожая урожай будет на краюшках веток то есть не все вот веточки заканчивают точку роста просто отсушиванием ее для того чтобы пробудить другие почки некоторые ветки на краешках цветут и там формируется основной урожай вот тоже плотик какой красивый и он на краю ветки то есть это был прирост он закончился бутончиком и теперь такой плотик вот пример того как ветки пробуждают почки вот он пробудила целую целую кучу из разных почек со всех пазух целая куча что-то отвалится что-то останется и ветка под наклоном потому почек пробудилась очень много вот прям тоже целая метелочка при ростиков листочек заодно упал то есть при ростиков прям целый бутон вот мандарин при коче у него тоже все точки роста закончились плотиками он уже хорошо отрегулировал отрегулировал завязи вот где посыпались где остались завязи где-то выносится завязи где-то будут молодые приросты апельсин гамлин тоже первая волна у него закончилась он вызрел вот эти вот веточки они уже вызревшие и вот они недавно дали опять же целую кучу веточек вот таким букетом вот такой веник или букет у него новых приростов и опять он уже закончился вот видите закончилась эта волна у него остался вот такой вот букетик когда вызреет вызреет я потом посмотрю что мне удалить что мне оставить и как он будет себе расти потому что он тоже растет в грунте этот саженец привит на трифолиату он в посадочной яме ему ничто не мешает красиво расти вдоволь у него и питательных веществ и всего остального у камелей точка роста заканчивается вот бутонами она закладывает бутоны не все конечно веточки заканчиваются бутонами здесь будет всего лишь прирост ну половина веточек заканчивается именно заложенные бутоны точно так же и у манга . роста которая закончилась у него предыдущая волна выдала вот такой букетик молодых побегал целую кучу он может выдать как по одному продолжить то есть это манга растет в горшке вот полна роста у него закончилась он выдал снова по одному приросту вот такие у него приросты вот этот же выдал прям целую охапку и . роста у манга может немножечко засыхать если вы увидели сухую точку роста не расстраивайтесь у него там есть резервные почки и он выдаст вам новые либо одну штучку либо целый букет это уже зависит от того какие условия у вас и что ему подходит даже прививочки манга они могут выдать вот просто ровненький красивенький приростик из одной почки верхушечки могут выдать вот их тут две или три три одна еще маленькая рядочком тоже видите . роста может и засохнуть но у нее у него есть всегда резервные боковые почки так что не расстраивайтесь если у манга там засохла . роста вот он дает при спокойно боковые себе почечки пробуждает и дает приростики ну и напоследок пассифлора ролланд растит плодики вот такие чудные плодики и полочка всяких разных суккулентов кто цветет вот чудненькая какая штучка цветет таким нежным розовым цветочком красивым кашпо и целую полку занимает кактусы и всякие суккуленты сверху же ананасы ананасы там есть экземплярчики которая пора отсаживать от них детки так что скоро будет ролик будем пересаживать деток и смотреть как это сделать лучше растите цитруса у себя дома не расстраивайтесь пап по любому пустяку а у них помните что у них есть волна роста они не могут расти бесконечно и поэтому волна роста когда-нибудь заканчивается для того чтобы вызрели эти приросты и он пробудил новые веточки новые почки будут новые веточки так что не расстраивайтесь растите цитруса у себя дома радуйте друзей и близких скоро будет прямой эфир я сообщу об этом следите все всех обнимаю пока